1 апреля для казахстанских школьников начнется четвертая четверть. Для части ребят учеба вновь будет проходить уже привычным онлайн способом. Но большинству все же повезет вернуться за парты. Правда, зависеть это будет от того, в какой зоне по распространению коронавируса находится тот или иной регион. К примеру, возможность учиться не за компьютером, а в школьных кабинетах получат учащиеся из зеленой и желтой зон. В четвертой четверти в случае нахождения региона в зонах низкого и умеренного риска все школьники перейдут на комбинированный формат обучения. Часть предметов традиционно и часть предметов в дистанционном форматах. Кроме того, продолжат обучение небольшие школы до 300 учащихся в традиционном формате. Проводить занятия, как в доковидные времена, министерство рекомендует только для основных предметов. Такие уроки, как музыка, труд или информатика, советуют все же оставить на дистанционке. Но итоговое решение по выбору дисциплин для той или иной формы обучения школа будет принимать самостоятельно. Штатный режим учебы будет требовать и соблюдения определенных правил. Среди них принцип «один кабинет, один класс», а также требования по наполняемости групп до 25 человек. Не требуется ношение обязательной школьной формы. Дети могут посещать учебные занятия в опрятной, удобной себе одежде. Продолжительность уроков, как традиционно, сохраняется 40 минут. Работа по восполнению пробелов в знаниях также школами будет продолжена. При организации учебного процесса в школах предусмотрены будут все противоэпидемиологические мероприятия. В исключительных случаях родители смогут оставить ребенка на дистанционном обучении. Такая возможность предоставится не только для заболевших ковидом детей, но и для тех, кто контактировал с зараженными. Ну а для школьников из красной зоны комбинированная учеба продолжится лишь для учащихся с 1 по 5 классы, а также 9 и 11 классиков. Все остальные ребята учиться будут дистанционно. При этом представители Минздрава сообщают, что режим обучения в школах будет меняться вслед за переходом региона в ту или иную зону распространения вируса. Согласно действующих требованиях, ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидситуации в течение 5 дней, переход из зеленой зоны в желтую или из желтой в красную. А смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в желтую зону из красной или в зеленую зону из желтой. Есть и еще одно дополнение. Учащиеся из желтой и зеленой зон на занятиях в школе могут находиться без маски. Правда, для этого учебное заведение должно сохранять богоприятную обстановку по заболеваемости дольше 7 дней. А вот школьники из красной зоны продолжат носить средства защиты при комбинированном обучении. Ну а о том, как будет организована учеба в Кустанайской области, мы сообщим уже в ближайших выпусках новостей. На данный момент Управление образования нашего региона готовится к официальному выступлению по этому вопросу.